Новый видосик, бро! Погнали смотреть! То четкого плана на снос этой базы на трешку у меня нет. Будем пробовать. Для сноса этой базы, блин, собственно, можно было и там посмотреть Миксецкий. Ладно, тут это более красиво все выглядит, поэтому посмотрим здесь. Я соорудил что-то подобное. У меня есть 15 гигантов, есть 8 визардов, 15 луков, 8 бомберов, 17 гоблинов, потом расскажу для чего они нужны, и 8 шаров. Использовать заклинания мы не будем, героев использовать скорее всего тоже не будем, потому что, как правило, такие вот базы гоблинов проходятся не на 7 танхоле, а на 6. Соответственно, для большего количества людей актуально, чтобы я сносил эти базы юнитами, которые доступны именно на 6 танхоле. Итак, ребят, что, собственно, будет по тактике? Не просто я так взял 17 гоблинов, я планирую проверить вот эти вот коридоры на наличие ловушек. Как вы знаете, гоблины успевают пробежать по ловушкам, не задев их. То есть, они ловушки обезвреживают, то самое время, как на эти ловушки сами не попадаются. Проверю с помощью гоблинов тут ловушки. Далее планирую уже заход наземным своим миксом. Запущу по, наверное, 7 гигантов. Перестрахуюсь на всякий случай, запущу по 7 гигантов с каждой из сторон. Попробую подорвать центральные секции бомберами, пока будут отвлечены, собственно, пушечки. Далее запущу визардов также в центр, ну и, возможно, луков сзади накидаю. Вот эти вот башни луков я планирую снести с помощью шариков, то есть запущу по 4 шарика на каждую из них. Ну там вообще хватает по 3 шарика, но я запущу по 4, возможно, еще шарики успеют как-то задамажить пушечки. В остальном же, я думаю, что с базой мы должны справиться, но если как-то жестко сработают тут ловушки, то может быть, конечно же, и попа. Ладно, во всяком случае, хватит уже болтать. Давайте пробовать и попробуем снести эту базу гоблинов с первого раза на 3 звезды. Итак, ребят, как бы это срано ни было, но в начале базу гоблинов мы будем пытаться снести с помощью гоблинов, а именно проверим тут ловушки. Итак, ребят, запускаем пленных и, насколько я понимаю, ловушек там-то особо и не было. Были бомбочки, было немного пружинок, в остальном же, в принципе, гигантам тут особо ничего не угрожало. Ну что ж, нам же лучше, поэтому сейчас будем, собственно, запускать уже гигантов где-то по 7 штучек с каждой из сторон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, ребят, гигантов запустили, морсиры делают пыщ-пыщ, запускаем, значит, мы бомбера в центр, туда же запускаем визардов штучки 6, наверное, и немного-немного так луков. А в остальном же, мне кажется, что там уже совсем сейчас юниты разберутся. Тут я запускаю по 3 шара на каждую из башни лучниц. Единственное, что на нижнюю, да вроде бы на все башни лучниц хватает шаров, ну и, блин, как-то слишком просто. Ешки-матрешки, жираф, почему ты всегда так паникуешь? Почему было так просто? Можно было использовать гораздо меньше гигантов, это очевидно. Можно было использовать штуки 4, наверное, визарта, это также очевидно. В общем, ребят, не бойтесь эту базу, я проходил ее в первый раз. Давно когда-то я проходил эту базу, конечно же, на своей основе, но вообще, можно сказать, что я сейчас прохожу эту базу у гоблинов в первый раз. Поэтому я, собственно, не совсем ожидал, что от нее я могу получить в плане отпора. Ну и, в общем, взялась эта база очень и очень просто. Что могу вам посоветовать под конец и уже после того, как все закончилось? Запустите вот этих вот 17 гоблинов в начале для того, чтобы разминировать ловушки, пружинки, ну и эти бомбочки. Далее закиньте по... ну, все-таки, если вы проходите на шестом танк-холле, то, наверное, закиньте все-таки вот около 15 гигантов в эту центральную секцию. Подорвите центральный забор, запустите туда порядка 6 визардов. Ну и, собственно, по идее, верхнюю часть базы этими войсками вы должны снести изи-бризи. В то время как танкуют гиганты и немного отключены башни-лучни, запускаете по 3-4 шара на каждую из башни-лучниц и сносите, собственно, эту базу изи на трешечку. Вот такая вот, ребята, атака. Изи-трешечка, 150 коресов, в принципе, неплохие ресурсы. Ну и, собственно, посмотрим, что у нас открылось далее, какая база гоблинов у нас стала доступна для сноса. Их целых 2, у нас пошло тут разветвление, выбирай мудро, мега зло и каменный сток. Ну давайте, собственно, посмотрим сначала... А, кухонный. Кухонный кто? Сток. Кухонный сток, не стол. Ладно, во всяком случае, смотрим. О, тут уже реально все поинтереснее. Прикольно, прикольно. 5 башни-лучниц, 3 пушечки, 2 башни-визарда, 3 мортиры, 2 ПВО. Прикольно, прикольно. Ну и посмотрим вторую базу. Кстати, ресурсы там довольно-таки уже серьезные. Посмотрим вторую базу. Мега зло. Там, кстати, поменьше ресов дают. Видимо, база немного-немного попроще. А, ну да, видите, тут как бы можно скоротить, типа, пойти на кухонный сток. А можно по длинному пути, через мега зло, хрустальную корку, леденящий холод, вокруг да около. Опять-таки, прийти в этот вот кухонный сток. Поэтому мы пойдем по длинной ветке и сначала будем сносить все вот эти вот 4 базы. Итак, ребят, собственно, следующая база будет выглядеть следующим образом. Вот такая вот база гоблинов. 2, 3, 4, 5, 6, 6 ПВОшек за пределами базы. То есть, скорее всего, мы будем их сносить. Но далее уже 4 башни-лучниц, 3 башни-визарда. Короче, разберемся в следующий раз. Во всяком случае, меня радует то, что реально база гоблинов становится с каждым разом все интереснее и все сложнее. Ладно, ребят, на сегодня уже видеоролик будет заканчиваться. Спасибо огромное за то, что смотрели. Надеюсь, видеоролик вам понравился, чем-то помог. Если же это так, то было бы очень клево, бро, если бы ты поддержал это видео своим царским лойсом. Подписался на мой канал, если еще не подписан. Ну а мы с тобой уже увидимся в следующем видеоролике, либо услышимся на следующем стриме. Огромной тебе удачи, никогда не болей, проходи гоблинов на 3 звезды и все будет хорошо. До скорых встреч, друг, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok